Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Постоянно думаю, если я не рядом с мамой, то что-то случилось. Например, её зарезало. Я постоянно начинаю делать триплевка через левое плечо и сейчас разопозирую. Я не могу оставить мысли, а этот ритуал я не могу нормально жить. Пожалуйста, помогайте. Лиза задаёт четвертый вопрос. Знаете, первый мой к вам вопрос, который я хотел бы задать. Это то, почему Лиза? То есть, ну, почему не Елизавета? То есть, почему вы написали своё имя вот так. Почему я об этом спрашиваю? Дело в том, что если вы называетесь Лизой, то вы, вероятно, чувствуете себя как ребёнок. Вы чувствуете себя маленькой, чувствуете себя беспомощно и, вероятно, нуждается в том, чтобы мама об вас в какой-то степени позаботилась, например. Это первое, на что хотелось бы обратить ваше внимание. Да? То есть, вы чувствуете себя вот, ну, в какой-то степени, вот, такой беспомощный, возможно. Следующий момент. У вас, скорее всего, навязчивый мысль. По навязчивым мыслям имеет смысл обратиться к врачу, психиатру, клиническому психологу, для того, чтобы вам поставили соответствующий диагноз, либо исключили его. И, если диагноз у вас имеет место быть, вот, то, чтобы его вам, значит, ну, во-первых, задокументировали, подтвердили, а во-вторых, чтобы назначили соответствующее лечение. И без лечения вам, к моему большому сожалению, без лечения вам психотерапия не поможет. Вот. Это очень важный момент. То есть, вам необходимо, именно, именно, вот, работать, кстати. то есть, пройти курс, пройти курс, пройти курс лечения. Дальше. Навязчивые мысли, как правило, связаны с с рядом попременностью. И важно понять, что это за попременностью. Чего вы хотите? Ну, например, если вы боитесь создаться без мамы, то, скорее всего, это скрытая и подавлена агрессия. На маму, именно в силу того, что вы слишком от нее зависят. Когда человек слишком от нее зависит, когда человек слишком зависит от другого, так или иначе появляется агрессия. Но, агрессия вытеснена, потому что позволить себе ее вы не можете ибо боитесь. Ну, ассоциально, кажется. Вот. вот. Так что, здесь такой вот аспект. Что касается, значит, файла. вы говорите, а потом, что не можете жить по вашим, по вашим словам, не можете жить нормально. нормально. Мой вопрос, который в связи с этим у меня возникает, он довольно-таки простой. как бы вы жили? Ну, если бы вы не переживали за свою маму, если бы вы не думали о ней все время, как бы вы жили? какой была бы ваша жизнь? Чем бы вы занимались? Чем бы вы увлекались? И так далее. Это очень важный момент. Потому что обычно люди, которые ведут себя примерно так, как вы. Обычно, я повторюсь, люди, которые ведут себя так, как вы. в общем-то имеют довольно серьезные, я бы сказал, трудности со смыслом своей жизни. То есть, люди не знают, зачем они живут, для чего они живут, чего они хотят. Вот, как правило, к сожалению, люди этого не знают. И это, на мой взгляд, очень важно. Потому что, если вы не отдаете себе в этом отчет, то, соответственно, скорее всего, вы и будете так жить и будете любой ценой защищать. Ту парадигму, в которой вы находитесь, а именно парадигму того, что вам на первом месте, потому что больше смысла жизни у вас нет. Это печально, это грустно, но это так. вот, соответственно, на мой взгляд, в первую очередь, корректировать нужно именно эти вещи. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь. Обращайтесь. Что делать?